Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова после 12 апреля 61-го года, когда полетел Юрий Алексеевич Гагарин. То есть до этого Юрий и Юрий, Юра и Юра. А тут уже Юра, не просто Юра, понимаете? И действительно на этой героике воспитывалось несколько поколений. И надо сказать, что космонавтика, желание работать на покорение космоса, это была одна из важнейших составных частей футурологического проекта советской власти. В этом смысле мое поколение было счастливое. Мы действительно росли с мечтой, что ты можешь стать космонавтом, ты можешь стать Юрием Гагарином, и для этого надо очень хорошо учиться, для этого надо заниматься спортом, для этого надо быть очень упорным, очень настойчивым, надо быть смелым. И многие люди, которые не стали космонавтами, они себя воспитали, вот делали жизнь с Гагарина, если перефразировать Маяковского. То есть это еще был и колоссальный момент самовоспитания, потому что особенно молодому человеку нужен образец. Вот образец в виде героической личности. И Гагарин был такой героической личностью. Позвольте передать вам поздравления и самые лучшие пожелания в вашей учебе, в вашей жизни от имени наших советских космонавтов. Я вам припомню, что у нас в школе были встречи с космонавтами. Хотя мы были не какая-то там суперэлитная школа, как переражать, мы были обычная школа там в заводском районе Москвы. Старались, чтобы мы увидели, что вот это живой человек, вот он был в космосе. Это было предметом изобразительного искусства. Практически нельзя было попасть на выставку и не увидеть там нескольких работ, связанных с космосом. То есть это было вокруг. Ты там заходил в какой-нибудь магазин сувениров, там половина сувениров были связаны с космосом. Ты открывал там молодежный журнал «Смены», и там обязательно был материал об этом. А потом как-то это все стало уходить, уходить. И в 90-е нулевые, первое десятилетие, новое тысячелетие, я вообще не помню фильмов про космонавтов, про наших. Сейчас вот с этим делом получше стало. Стали снимать и сериалы, и фильмы, и про космонавтов, и про исследователей, и про конструкторов. Но ведь, понимаете, сейчас-то активно входит в жизнь вот именно та часть нашего общества, которая выросла в эпоху, скажем так, дескосмизации, да? Вот, когда искусственно вот эта идея убиралась из информационного пространства, и просто надо понимать, что да, их таким вырастило, так сказать, российское государство, между прочим. Не американское, а российское. Поэтому надо это дело пережить и надеяться, что то поколение, которое формируется сейчас, и которое все-таки формируется в атмосфере возвращения интереса, так сказать, вот, и к полетам, и к исследованиям, оно уже придет с другими взглядами. В русском центре города Старозагора продолжается каникуль. В этот раз в творческой мастерской дети попробовали сделать красочное и не тающие мороженое. Свои поделки ребята украсили ярким декором и еще узнали об истории этого главного летнего десерта. Российский фильм «Турист» получил народные признания в Африке. На первый показ собрались более 50 тысяч жителей. Сеанс отпраздновали салютом и веселим танцем. Почему кинолента вызвала такой ажиотаж за рубежом, узнаем в следующем сюжете. История о группе российских инструкторов, которые во время командировки оказались в самом центре горячих военных событий, вышла на большие экраны в 2021 году. Съемки кинокартины проходили в Центрально-Африканской республике. По задумке режиссера, спасти страну от государственного переворота должны российские военные. Противостоять вражеским силам удалось главному герою картины – Грише Дмитриеву. Сюжет этого фильма основан на реальных событиях. Еще в 2018 году российские военные инструкторы начали работать в республике. А в декабре 2020 года они подавили антиправительственный мятеж накануне президентских выборов. Когда премьера вот этого фильма состоялась в Банге, да, а, как я понимаю, в первый день это собралось, ну, больше 30 тысяч человек. В российском кинотеатре, да, ну, максимум где-то посмеялись там, сдержанные все, да, а здесь там и вставали, и хлопали, и зажигали там какие-то фонарики. Российское кино в Африке становится все более популярным. Согласно данным Роскино, спрос на отечественные фильмы за последние годы вырос в республике почти на 30%. О самых интересных событиях недели из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания!